Привет, это Энтони из бета-сети. И поскольку сейчас конец сентября, это означает, что у нас наконец-то есть еще один раунд FIFA. Неудивительно. Так неужели пятерка действительно что-то изменила в этом году? Или как сериал, наконец, сошел с ума? Ну, это именно то, что мы собираемся выяснить в сегодняшнем эпизоде, должен ли ты играть в FIFA 22. Прежде чем мы начнем, просто быстро убедись, что ты подписался на наши еженедельные обзоры и помог нам снять 2000 сап. Спасибо, ребята. Переходи к видео. По сравнению с прошлогодним выпуском, FIFA 22 не добилась больших успехов с точки зрения заметных изменений в игровом процессе, хотя одна новая функция, которую я абсолютно обожаю, это способность к взрывному спринту. Подобно навыку Бриджа, который на этот раз был немного ослаблен, взрывной спринт позволяет дриблеру немедленно перейти от медленной пробежки прямо к полному движению вперед, отбрасывая мяч в направлении прямо перед игроком. Однако, это нельзя распространять по полю, так как у этого движения есть своего рода охлаждение, но оно особенно полезно для нападающих, поскольку контратаки и быстрые перерывы в FIFA 22 могут полностью опустошить плоскостопых защитников. Объедини это с умением двигаться, или дерзким суперударом, или двумя, и он сможет законно опустошить заднюю четверку. Еще один аспект, который мне нравится, это то, как игрок теперь может выполнять определенные движения навыка с первого касания, добавляя еще один уровень стратегии в микс, поскольку защитник должен учитывать несколько различных вариантов, прежде чем приемники даже начнут двигаться с мячом. Защита второго человека на этот раз тоже намного лучше. Товарищи по команде действительно окажут достойное давление на оппозицию вместо этой тупой, тупоглазой, пульсирующей чепухи прошлого года. Мне также очень понравилось прохождение FIFA 22, потому что ты мог бы получить немного чистого золота. И не только общая анимация выглядела супер гладкой, но почти каждая неудачная или неудачная попытка передачи почти никогда не казалась результатом того, что боги FIFA проклинали меня с ужасной точностью. Хорошо, время от времени ты будешь выяснять, кто был таким для Рози, но в целом это кажется таким интуитивным. Я был бы неосторожен. Не говоря уже о том, как быстро матчи загружаются с самого начала и на ПК. Это займет всего около двух секунд после выбора комплектов и нажатия кнопки пуск, чтобы запустить процесс. Очень аккуратное обновление по сравнению с FIFA 21. Однако, что меня не так сильно волнует в FIFA 22, так это защита от искусственного интеллекта, особенно в Legendary и Ultimate. Иногда они просто чертовски хороши. Ты слишком часто будешь обнаруживать, что если ты будешь уделять приоритетное внимание наращиванию игры в средней атакующей третьей, практически каждая проходящая полоса будет заблокирована или значительно затруднит поиск прорыва. И как бы я не хвалил второго человека, защищающегося в спринтерских способностях, прежде чем фактически защищаться от усиленного искусственного интеллекта. Использование этих методов равносильно попытке остановить паническое бегство мячей при падении шляпы. Они просто скажут, нет, мы сейчас забиваем, и ты буквально ничего не можешь с этим поделать. Переходим в режим менеджера. И это в основном точно так же, как и в прошлом году. Тренеры и агенты по-прежнему выглядели очень жутко, и все еще просто неловко разговаривали друг с другом, как будто у них самый пассивно-агрессивный разговор, который вы когда-либо видели. Но со всей серьезностью, я думаю, что это уже достаточно хорошо, как есть. Одно заметное изменение заключается в том, что теперь вы можете создать команду из ничтожеств с нуля FIFA 22 со всевозможными вариантами настройки, начиная с разработки комплекта клуба, логотипа, стадиона, трансферного бюджета, ожиданий правления и так далее. Хотя я всегда нахожу более приятным поднимать уже существующую команду на более высокие высоты, Ultimate Team вернулась. Конечно, двигаясь дальше, Волта Футбол сделала несколько маленьких шагов в направлении стиля FIFA 3-2, который мы все знаем и любим. Однако, это все еще не совсем там. Новый игровой прерыватель, такой как Power Up, дает игрокам временную улучшенную статистику, такую как стрельба в темпе. И это определенно делает Волта более увлекательной и аркадной. Я просто хотел бы, чтобы они вернули систему прерывания игр старой школы FIFA Streets, потому что на самом деле они заставляют выполнять трюки, которые стоят чего-то другого, кроме того, чтобы просто выглядеть круто. Самое лучшее в Волта, однако опускаю руки, это то, что в нем нет ничего из этой мусорной истории из FIFA 21. Вместо этого это просто простой игровой процесс, с боями с прыжками против искусственного интеллекта для улучшения игроков и персонализации, а также онлайн-матчами команд и аркадным режимом. Последний из которых является довольно забавным дополнением, поскольку вы можете играть во всевозможные глупые игры в уличном стиле, чтобы улучшить свои навыки игрока. Единственное, почему EA ограничила аркадный режим исключительно выходными. Я не думаю, что когда-нибудь пойму логику воздуха. Однако, мне нравится, что они ввели систему дерева навыков для аватара игрока, Волта и карьера игрока, поскольку открываемые привилегии могут существенно повлиять на исход матча. Так, тебе стоит играть в FIFA 22? Я не могу с уверенностью сказать, стоит ли покупать издание этого года. FIFA 21 отметила несколько ключевых улучшений из коробки, но несмотря на то, что в различных игровых режимах FIFA 22 было внесено несколько изменений, в конечном итоге это похоже на обоюдоострый меч мечей. Почти для каждого положительного нового дополнения, похоже есть связанный аспект, который, к сожалению, не работает или каким-то образом сдерживает ключевые функции. FIFA 22 оказала довольно скромное влияние на серию с точки зрения эволюции, но в конце концов, с ее множеством предлагаемых игровых режимов, игроки все еще могут найти часы футбольного веселья. Субтитры создавал DimaTorzok